Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии и ставит лайки. Как сказала бы Диана, ура! Вот она долгожданная пятница! Клининговая компания приедет убирать авгивы и конюшни! Но есть там небольшие проблемки. Давайте обо всем по порядку. Диана на своей кухне снимает скотч со стекол. С самой мыть окна лень матушка вперед родилась. Если бы не предложили за рекламу убрать ее квартиру, до сих пор окна были бы заклеены скотчем. Ну а раз есть такая возможность воспользоваться чужими руками, халява, плиз, надо пользоваться случаем. Что бы она ни начала делать, обязательно будет членовредительства. Но ни до чего! То стукнется, то споткнется. Отдевает скотч и уже опять куда-то вляпалась. Вишит, как кошка, которой наступили на хвост. Квартиру она для уборки подготовила, рванула к маме с посылкой, которую ей прислали на обзор. Позже, сидя у мамы в квартире, она сказала, что это раскрученный бренд и он не нуждается в рекламе. Раз присылают продукцию, значит все-таки нуждаются в этой самой рекламе. Рекламировала она магазин, в котором можно приобрести не только кофе и какао, но и чай. Не проблема даже заказать праздничные наборы. Магазин полностью специализируется на напитках, предоставляет также приспособления для их приготовления. У меня всякие там ложки, мерные стаканчики. Открыли они с мамой коробочку. Вот, попалась им первая коробочка с шоколадкой. Второй позицией было какао. Диана почему-то решила, что какао мужского рода. Я специально посмотрела в интернете в украинском языке какао мужского или среднего рода, чтобы знать. И Вики Словарь выдал мне информацию, что в их языке точно так же, как и в русском, какао существительное среднего рода и точно так же не склоняется. Также в наборе была пачка чая, несколько наклеек, ну и, соответственно, упаковка с кофе. Диана очень долго расписывала, что родители любят этот напиток и в нем разбираются. Ира прочитала, что кофе с ароматом, почему-то было написано, черного чая, меда, нектарина и со вкусом желтого яблока и хурмы. И сказала, да я не знаю, я ничего такого не замечаю, не ощущаю, не чувствую. Не знаю, какой у них кофе, но мне не очень нравится кофе мелкого помола и с кислинкой. Кстати, про кислинку они тоже разговаривали. Диана хотела сварить этот кофе в кофе-машине, а так как кофе был не в зернах, Ира не захотела менять ячейку. Решили сварить кофе в турке. Диане эта идея, ой, как не понравилась. И она назвала маму лентяйкой. Это та, которая ходит перед всем белым светом в мятой пижаме? Ира второй день в этом костюме, и он у нее будто только что отутюженный. Я вот думаю, сколько Диана спала в той пижаме, что она у нее превратилась буквально в пожеванную козой тряпку. Ведь ни одну ночь она в ней спала, и ни две, чтобы до такой степени пижама помялась. Она в ней спит, я даже не могу предположить, сколько нужно времени, чтобы она так помялась. Я пижамы стираю каждые два дня, у меня они не успевают так измяться. Значит, нужно гораздо больше времени. И она, конечно же, ну ни разу не считает себя лентяйкой. Диана пробует кофе. Мама дорогая, какие мешки у нее под глазами. Я в этот раз решила узнать в интернете, может ли появляться такая отечность из-за чрезмерного употребления кофе. Так и да. В статье говорилось о пяти напитках, которые могут привести к такой отечности лица. И первым в списке стоял кофе. Если бы у меня была такая проблема, я бы сделала все возможное, чтобы ее решить. И если бы это было из-за того, что мой любимый напиток делает такое с моим лицом, я бы от него отказалась. Из-за кофе выглядеть как бухарик, то нафиг нужно, скажем, дружно. Попробовав кофе, Ира сказала, что после кофе-машины кофе из турки ей вообще не заходит. Никаких вкусов и ароматов, указанных на упаковке, Ира не почувствовала. Единственное, что она отметила, что именно этот кофе густой. Диана говорит, ну давай, мама, я тебя теперь угощу шоколадкой. Дам тебе маленький кусочек. Какая заботливая дочка. А если мама захочет большой кусочек, ничего не получится. Большой она и сама может съесть, да? Поэтому довольствуйся, мама маленький. Но в самом деле, отломила небольшой кусочек. Набор этот, как сказала Диана, стоит 1200. И она говорит, я не считаю это дорогим подарком. Возможно, в данный момент она подумала о том, что если бы ей подарили такой подарок, она бы так посчитала. Но дарить кому-то за такую сумму, она ничего не стала бы. Она ходит и считает буквально каждую копейку. Она обувь себе покупает за 400 гривен. А купить несколько небольших пачек кофе, какао и чая за 1200 для нее недорого. Если бы я не смотрела ее видео, и это было первое, ну тогда бы я еще в это поверила. А так как я ее уже неплохо знаю, то считаю, что в данный момент она врет. И рассказала, что для нее этот кофе кислит. Диана говорила о том, что не чувствует ничего такого. Да, у людей разные, конечно, вкусы. Один что-то чувствует, другой нет. Можно было бы на это списать. Но когда она начала рассказывать историю про клининговую компанию, я поняла, что она просто не хочет портить обзор на магазин с кофе, чтобы еще раз получить такую же коробочку на обзор. Даже если кофе и для нее кислый, его же можно просто не пить, он же даром достался. А вот чай, какао и шоколадка вполне годятся для бесплатного подарка. Зачем сейчас саму себя топить и говорить, что, ой, нет, фу, ребята, невкусный кофе, не покупайте. Нет, конечно, Диане все очень понравилось. Итак, история с клининговой компанией. Они договорились на пятницу. В четверг Диана с ними связалась и уточнила, все ли в силе. И выяснилось, что нет. У них очень много работы и в пятницу, но никак у них не получается приехать к ней. Уборка планировалась аж 6 часов, чтобы они ее сделали во всей квартире. Спросили у Дианы, будет ли у нее возможность принять их в другой день. И Диана сказала, что у нее работа, тренировки и прочее, прочее, прочее. В общем, времени у нее нет. Плюс, не надо забывать о том, что она собиралась в пятницу уже украсить квартиру к Новому году. А клининговая компания, видите ли, занята. Ей теперь что, самой выгребать свою грязь? Ведь она не хочет откладывать. Елка-то зовет уже, чтобы ее нарядили. Диана разобиделась и решила не сотрудничать с этой компанией. Она больше не будет. Ну, значит, придется засучить рукава и самой мыть стекла. Вот тут-то я ее и недооценила. Ира считает, что Диана слишком категорично могла бы дать им второй шанс, но Диана на этот счет имеет другое мнение и считает, что договор дороже денег. А Диана может со стопроцентной уверенностью сказать, что она никогда никого не подводила, что у нее не менялись обстоятельства и из-за этого ей приходилось подводить других людей. А я могу напомнить, такой случай недавно был. Вот благодаря тому, что я смотрю сейчас все ее видео, я очень хорошо помню, как она попросила девушку в ее выходной день посотрудничать с нею и помочь ей снять рекламу еды. В тот день у Дианы сломался замок на юбке, порвались колготки, и она очень сильно опоздала. И все это время девушка впустую тратила часы ожидания своего выходного дня. Значит, себе Диана найдет любое оправдание. А если не получилось у целой компании организоваться, то это значит несерьезная компания, и она с ней сотрудничать уже не желает. На протяжении жизни я заметила, что люди, которые очень категоричны к другим, крайне снисходительны к себе. И сейчас я вижу еще одно подтверждение вот в этой ситуации с Дианой. Ира меня рассмешила. Она все пытается переубедить Диану, чтобы она не была столь категорична, и согласилась все-таки на сотрудничество. Говорит, а мне было бы интересно посмотреть, как эта клининговая компания наведет порядок в моем жилище. Диана говорит, переоформить заказ на себя. И тут Ира выдает, не нужна мне клининговая компания, чтобы я после нее еще и убирала. Диана, где она такое лицо сделала после слов мамы, ей такая мысль в голову явно не приходила. Но зная Иру, я точно могу быть уверена в том, что так оно и было бы. А еще я думаю, если бы клининговая компания пришла к Ире, они бы посмотрели бы вокруг и сказали бы, вы издеваетесь над нами, здесь у вас уже все убрали, а вы теперь для смеха позвали нас, да тут работы никакой нет. Диана специально постаралась, она не убирала в квартире, чтобы людям действительно было чем заняться и показать мастер-класс. У Иры такой возможности им не предоставилось бы. Диана продолжает топырить пальцы и говорит, можете закидать меня тапками, но я в этом вопросе принципиально. Да не буду я бросать тапки или какой бы то ни было другой предмет. Мне жалко даже для того, чтобы выказать ей свой фунт презрения. Принципиальная она, но не там, где надо. К себе бы относилась с такой принципиальностью и некогда было бы возмущаться в отношении компании. Ира говорит, ну и драй тогда квартиру сама. Диана говорит, ну и буду драй драить сама. Ей так понравилось говорить о принципах, она снова повторила, это дело принципа, мама, понимаешь? И сделала при этом такую рожу соответствующую, дело принципа и сказала, что нужно знать себе цену. Дорогая, мало знать себе цену, важно еще пользоваться спросом. Поэтому возьми копейку, узнаешь себе цену и вернешь сдачу. О какой цене говорит человек, о котором муж вытирает ноги практически в прямом смысле этого слова? Он ее не уважает, он ее ни во что не ставит. Она за свои деньги купила копеечный лаваш за 20 гривен. И он у нее спросил, нафуя ты это сделала? Он с нею разговаривает матом. Где же ее принципиальность была в данный момент? Такая принципиальная, муж сидел дома, она таскала все необходимое для ремонта в комнате. Хотя в нормальных семьях этим занимается мужчина. А женщина только показывает пальцем, какие она хочет обои, какие хочет, чтобы у нее были плинтуса. У диванки наоборот. Муж это все выбрал, она пошла, купила и принесла. Что ж в то время у нее принципы не работали, а? Понтоколодчица. Ее дома муж ни во что не ставит, поэтому она решила, ну хоть где-то показать, что она не какая-то букашка, а ее слово имеет какой-то вес. И у нее есть принципы. У этой клининговой компании полным-полно заказов, так что они без рекламы дивана прекрасно обойдутся. А она пусть берет тряпку в зубы и отмывает свои окна сама. Сидит шоколадку наяривает. Маме отломило маленький кусочек, зато себя, любимую, кормит как на убой. Очень вкусная шоколадка, говорит Диана, понравилась ей. Правильно, значит, надо сожрать это все самой. В этот раз вечерняя болталка у Дианы была очень короткой. Она поделилась со своей аудиторией фильмом, который она посмотрела, посоветовала его к просмотру. И тут на нее напала кошка. Диана так выторщила глаза и распахнула рот, будто кошка совершила какой-то непоправимый проступок. А она всего лишь напала, как я уже сказала, на диван. Накупили, понимаешь, диванов. Честной кошке теперь культурной. И пройти-то мимо нельзя. Вот хитрожопая какая. Рассказывает Диана о планах на завтра. Она будет мыть кухню, а муж будет мыть окна. Вот поэтому она так легко и отказалась от услуг клининговой компании. Она и не собиралась мыть эти окна. Она знала, что свалит эту работу на мужа. Очень хочется думать, что все-таки в кухне она эти стекла, ну хотя бы частично, но будет драить сама. Что Леша встанет в третью позицию, стукнет кулаком по столу и скажет, вообще-то это твои обязанности отмывать окна. Поэтому сама ими и занимайся. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока.